Праздник, который закончился трагедией. Друзья в конце декабря начали отмечать. Пошли в магазин за алкоголем. Встретили старого знакомого, у которого, что называется, трубы горели. Пожалели и позвали с собой. Дальше, как в классическом детективе. Все разошлись. Хозяин проснулся утром, запертым в собственной квартире. Ключей, а также денег и сотового телефона не нашел. Кто оказался вором, догадаться нетрудно. Случайный гость оставался, когда остальные разошлись. Хозяин узнал, где живет похититель. Идея наведаться в гости и забрать похищенный тоже пришла случайно. Уже в январе друзья продолжали отмечать и проходили мимо дома, где он жил у своей знакомой. Словесные выяснения, где похищенные вещи и деньги, результаты не дали. Завязалась драка. После того, как вы закончили сбивать, что делал потерпевший, что делали вы? Отошли назад, зашли в зал. Там сидели эти две девушки и говорили, уберите его отсюда. Мы его боимся, он нас бьет. А потерпевший что делал? Потерпевший сидел. Ну, вставал. Мужчины еще успели пообщаться с хозяйкой квартиры и ее приятельницей, а когда уходили, он еще был жив. Как было установлено предварительным расследованием, они нанесли ему порядка 15 ударов руками, ногами, по голове, по различным частям тела, по животу, по спине, по ребрам. После чего они покинули эту квартиру и ушли по своим делам. Избитый был доставлен в лечебное учреждение, в областную клиническую больницу. Где мужчина умер через несколько дней. Судмедэкспертиза показала, смерть наступила от полученных травм. 8 января по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В тот же день задержали подозреваемых. Они были допрошены, дали признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Пояснили, что да, действительно, они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашли этого гражданина, избили его. Не добились от него никаких внятных результатов о том, где деньги, где телефон. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.